Всех приветствую, я Елена, канал Дачный Креатив. Продолжаю собирать библиотеку гортензии, это уже третья часть, третий обзор. Сегодня также гортензии метельчатые, красивые, крупные и не очень сорта. Список сортов в этой части и в двух других оставлю в описании к видео, как и ссылки на первые два обзора. И также продолжу публиковать информацию по сортам гортензии во вкладке «Сообщество». И первый на сегодня сорт – гортензия метельчатая Lime Light. Сорт довольно высокий, до 2,5-3 метров, голландской селекции, подходит для плотной, красивой и надежной живой изгороди. Куст раскидистый в диаметре до 1,8 м. Ежегодный прирост составляет 25-30 см. Побеги прямо стоячие, имеют бурый оттенок, листья слегка опушенные, сначала зеленые, к осенью приобретают более светлый оттенок, а затем становятся желтыми. Корневая система поверхностная, шире диаметра кроны, цветет с июля до октября. Сначала соцветия в форме пышных метелок имеют нежно-зеленый оттенок, похожий на сочный Lime. Пышные соцветия широкопирамидальные, с нежным ароматом, расположены плотно, близко друг к другу. В тени они остаются зелеными до октября. На солнце становятся сначала белыми, а затем приобретают розовый оттенок. Но селекционеры рекомендуют изначально притенять растение, чтобы обеспечить ему наиболее правильное развитие. Не нуждается в подвязке и опоре ветвей, хорошо держит форму кроны, не ломается под тяжестью соцветий, переносит понижение температуры до минус 29 градусов. Размножение вегетативное, чернокованием и отводками, и семенами осенью в подготовленный грунт или весной после стратификации. Далее, гортензия метельчатая Фантом, родом с Дальнего Востока, Сахалин, Китай, Корея, Япония. Крона раскидистая, до двух метров в диаметре, куст высотой от полутора метров до двух с половиной, с округлой раскидистой кроной. Побеги сильные, крепкие, растут вертикально, красно-коричневого цвета. Листья темно-зеленые, продолговатые, узко-яйцевидные формы, заостренные вершины и округлоконическим основанием. Край листа выемчатый, мелкопильчатый. Соцветия очень крупные, просто гигантские, длиной до 30-40 см, но при хорошем уходе и подкормке достигают даже 50-60 см. Форма соцветия метелка, дробно-конической формы с выступом и состоящей из множества белых цветков, кость не приобретающих сиреневато-розовый оттенок. При распуске верхняя часть конуса рыхлая и имеет светло-зеленый оттенок. Цветки по большей части стерильные, состоят из четырех широко расставленных чашелистиков, удлиненные округло-овальной формы. Нижние цветки в диаметре 5-6 см, а в середине соцветия 3-4 см. Цветение с конца июля до октября. Обладает высокой зимостойкостью. Зима и морзостойкость сравнимы с сортом Грандифлора. Не подмерзает и не повреждается даже в очень суровые веснежные зимы. Сорт очень чувствителен к обрезке. Корреляция между длиной побегов и величиной соцветия ярко выражена. Чем короче обрезка, тем крупнее соцветие. Далее гортензия метельчатая Magical Flame. Компактный сорт. Высота взрослого куста составляет 90 см, метр двадцать. Ширина кроны от метра двадцати до полутора метров. Побеги крепкие, прямо стоячие, растут в виде веера, образуя симметричную и пышную крону. Молодые побеги зелено-коричневые, одревесневшие коричнево-серые с отслаиванием. Листья удлиненные зубчатыми краями и волосистым покровом. Длина листьев 7-10 см. Верхняя поверхность каждого листа летом окрашена в темно-зеленый цвет, а осенью становится красной. Нижняя сторона листовой пластины более светлая. Цветет с июля до поздней осени. В соцветии коническая форма до 12 см. Цветы стерильные и фертильные в соотношении 1 к 2. Стерильные цветы яркие, имеют правильную форму и диаметр 6-7 см. Расположен на длинных цветоножках. Лепестки сначала белые, затем постепенно становятся бордово-красными и к завершению цветения приобретают пурпурно-розовый окрас. Расположение на солнце или в небольшой полутени. Взрослые растения способны выдерживать понижение температуры до минус 30 градусов, но молодые экземпляры подмерзают без дополнительного укрытия, но быстро восстанавливаются. Далее гортензия метельчатая. Киушу. Кустарник высотой 2-3 м. Во взрослом состоянии диаметры большей высоты кроны. Листья сердцевидные, заостренным кончиком и зубчатым краем. Сверху темно-зеленые, глянцевые, снизу светлее, на 1-2 тона, длиной до 12 см. На красных черешках. Цветение с середины лета до поздней осени. В период распускания бутоны кремово-белые, при полном цветении белые, осенью розовый, зеленым и голубым оттенками. Соцветия густоволосой и метелки 30-35 см в длину, пирамидальной формы. Цветки диаметром 10-12 см с быстро опадающими лепестками, особенно если кустарник растет на продуваемом месте. Плод коробочка до 3 мм в длину, со множеством мелких семян. Посадка полутень и защищенный от ветра участок. Почва с кислой реакцией. Взрослой гортензии укрытие на зиму не требуется. Далее гортензия метельчатая пастель грин. Селекция жанна Рено. Сорт был представлен в августе 2016 года. Гортензия пастель грин награждена на выставке в Голландии Плантариум 2016 серебряной медалью. Одна из самых необычных метельчатых гортензий, меняющая окраску со света до 7 раз в течение сезона. В июне пастель грин выпускает белоснежные цветки, но после этого они постепенно приобретают кремовый оттенок, потом становятся фисташково-зелеными. Затем окраска сменяется на лососевую и кораллово-розовую. Наконец к осени переходит к винно-красным оттенкам. При переходе от одного цвета к другому происходит их постепенное смешение, что сходно с палитрой художника. И хотя смена окраски характерна для большинства метельчатых гортензий, пастель грин меняет цвет особенно часто. Высота куста достигает полутора метров, ширина около метра тридцати. Куст прямостоячий, стройный, не склонный к паниканию. Ветки тонкие, но крепкие, красно-коричневого оттенка. Листья яйцевидной формы заостренные, супротивные, с хорошо выраженными прожилками. Свет насыщенный, темно-зеленый, светлеющий к верхушке. Осенью листья снизу желтеют и краснеют. Цветение начинается в июне и заканчивается в начале октября. Посадка солнца-полутень переносит морозы до минус 30 градусов. Далее гортензия метельчатая Great Star. Это один из наиболее оригинальных сортов гортензии метельчатой и достаточно редкий. Высокорослый, быстро растущий сорт. Высота до 3 метров, ширина до 2,5 метров. Побеги светло-коричневые, грубые, очень прочные. Толстые, прямые, хорошо держат форму куста. Листья крупные, простые, зеленые, блестящие, немного морщинистые. Овальные формы с грубыми волосками по краю. Соцветия длиной 15-25 см. Цветки 5 см в диаметре. У основания кисти до 7-8 см. Сидят на длинных цветоножках. И небольшие фертильные цветки, их большинство до 70-80%. Особое внимание редкий сорт привлекает формы цветения. Соцветия зонтичного типа широкие и раскидистые. Отдельные цветки обладают четырьмя узкими, слегка загибающимися лепестками, из-за чего вызывают ассоциации с бабочками или пропеллерами. Цветет с июля по сентябрь чисто белыми, не меняющими окраску цветками. Сорт неприхотлив в выращивании, как и в открытом грунте, так и в контейнере. Хорошо зимует без укрытия. Далее гортензия метельчатая Pink Queen. Высокий кустарник, вырастающий до 2,5 метров. Стебли ярко-красные, прямостоящие, крепкие, широко разветвленные. На каждом побеге расположены крупные яйцевидные листья с заостренными концами. Цвет верхней части листовой пластины зеленый, матовый, черешки красные. Соцветия крупные, овальные, 30-35 см в длину. Стерильные цветки диаметром 5-7 см. С четырьмя чашелистиками. Края лепестков волнистые, горочатые. Соцветия окрашены в кремовый цвет с легким салатовым оттенком, который позже сменяется на темно-розовый. Длится цветение с июля до октября. Выдерживает морозы до минус 25 градусов. Далее метельчатая гортензия Pink Lady. Привлекательная гортензия с бело-розовыми цветками. Куст широкой кроны, высотой от 1,5 до 2 м. Форма напоминает веер. Сильные побеги окрашены в коричневый оттенок. Со временем трансформируются в красный. Ветви хорошо облиственны. Листья темно-зеленого цвета, крупные яйцевидные формы с зубчатым краем. Соцветия в виде симметричной пирамидки с широким основанием. Очень крупные, состоящие в начале цветения из небольших цветов белого цвета. Со временем соцветия цветает нежно-розовый оттенок. В начале кисть легкая, воздушная, по мере распускания цветков становится плотной. Цветки четырехлопастные, округлые, правильные формы. Диаметр одной метелки колеблется от 15 до 20 см, а иногда достигает и 30 см. Соцветия слабоароматные. Цветет с конца июня или середины июля, по сентябрь или начало октября. Очень неприхотливый сорт. Практически каждая ветка заканчивается соцветием, переносит кратковременный застой влаги, адаптируется почти на любых почвах с нейтральной или слабокислой реакцией. Крупные соцветия дают только при короткой обрезке ранней весной. Высаживать лучше на южной стороне, но с обязательным присутствием частичной тени. Если гортензия будет постоянно находиться на солнце, то ее цветение окажется не столь эффектным, как могло бы. Удерживает понижение температуры до минус 29 градусов. Далее гортензия метельчатая Polar Vir, полярная медведь или медведица. Сорт получен в 2013 году в результате скрещивания двух сортов Lumblight и Grandiflora. Очень эффектный сорт. Кустарник хорошо раскидистый, высота кустарника 1,5-2 метра. Побеги прямые, сильные и жесткие. Они ломаются по тяжести крупных соцветий. Листья продолговатой формы насыщены зеленого цвета, который сохраняется до самой поздней осени. Поражает огромными размерами соцветий до 40-45 см, состоящими в основном из очень крупных стерильных цветков. Сначала слегка фисташковых, затем белых и кремовых, и к концу лета появляется нежно-розовый оттенок. Соцветия распределены равномерно по всему кусту, создавая впечатление огромного цветущего букета в саду. Место солнечное или полутенистое, цветение с июля до поздней осени, устойчивость и морозостойкость очень высокая, до минус 40 градусов. И в завершение на сегодня Cortensia Vimps Red. Кустарник высотой до 1,5 метров, узко растущий. Побеги вертикальные, темно-красные, листья плотные, яйцевидные, темно-зеленые, с ярко выраженным желкованием. На побегах они располагаются супротивно, на небольших черешках. Поверхность листа вархатистая, листва осенью краснеет. Отличаются очень плотными густыми метелками соцветий до 30-35 см. Фертильных цветков 50%, половина. У стерильной половинки цветов обычно 4 лопасти. Диаметр цветка составляет от 5 до 7 см. Соцветия выглядят ажурно. Изменение цвета соцветий за сезон происходит 3 этапа. Метелки сначала белые, потом становятся розовыми и затем темно-малиновыми в конце цветения. Цветение начинается довольно рано и длится с середины июня до сентября. Может выращиваться также в контейнерах, на балконах и террасах. Неприхотливый устойчивый вид оптимально развивается при слабой кислотности почвы в полутени. Выдерживает без укрытия даже очень суровые зимы до минус 30 градусов мороза. Сорт удивительно нежно пахнет. У него сладкий медовый аромат, безумно красивый сорт. И на этом заканчиваю на сегодня. Если в вашем саду растут гортензии из перечисленных в обзоре сортов и есть отличия от заявленных в описании ботанических особенностей, напишите пожалуйста или в комментариях к видео или чуть позже, когда уже опубликую во вкладке сообщества на канале. В разных регионах гортензии растут и развиваются не всегда одинаково, так что возможно какие-то несоответствия. Да и на разных сайтах с описанием ботанических особенностей гортензии есть, к сожалению, разночтения. Продолжу собирать библиотеку гортензии уже в следующей части. Всем большое спасибо, до новых обзоров, пока!